Всем привет! Сегодня я вам предлагаю посмотреть видео с тематическим маникюром, который посвящен ко дню Святого Валентина. Так что всем, кому интересно, предлагаю оставаться со мной и всем приятного просмотра! Для создания данного маникюра мне понадобились белый лак для основы, розовый лак, черный лак. У меня он специальный для дизайна, но можно использовать и обычный лак, плюс тоненькую кисточку. А также стразы, дот с малюсеньким шариком на наконечнике и обязательно базовые и топовые лаки. Они могут быть два в одном. А теперь приступаем непосредственно к созданию самого маникюра. В первую очередь я всегда наношу базу, но этот момент на видео я пропустила. И мы с вами приступаем сразу к цветному лаку. За основу я взяла белый лак и нанесла его в один слой, затем дополнила его еще одним слоем для большей плотности цвета. Ну а после розовым цветом нарисовала полоску, закрашивая полностью свободный отросший край ногтя, при этом направляя ее чуть по диагонали. Стараюсь нарисовать ее аккуратно, но сильно можно не усердствовать, так как дальше пойдет тут черная разделительная полоса. И так я рисую на всех ноготках. И после приступаю уже к нанесению основного смыслового рисунка черным цветом, тоненькими линиями. И тут, чтобы добиться мне изящества, я беру черный лак для дизайна с тоненькой кисточкой. И на этом этапе нужно действовать уже очень аккуратно. Провожу разделительную линию между розовым цветом и белым. Потом рисую половинки сердца и свожу их в одну удлиненную линию, которую на конце я заворачиваю в полузавиток. Так у меня получилось сердце, состоящее из двух половинок с удлиненным завитым кончиком. И этот рисунок я, конечно же, опять дублирую на все ноготки. Затем я приклеила розовую стразинку в каждую половинку сердечка, нарисованного на белом фоне. По-моему, стразинка достаточно удачно сочетается с моим розовым лаком, который я использовала для данного маникюра. И клею стразы я на обычный топовый лак. Посмотрела я на свой рисунок и он мне показался на этом этапе скучноватым, поэтому необходимо его как-то еще дополнить. И для этого я взяла дотс, капнула капельку розового лака на бумажку и стала рисовать маленькие точечки вокруг каждого хвостатого кончика моих сердечек. Как с внутренней, так и с внешней его стороны. И еще посмотрев снова на этот дизайн, я подумала, что не хватает ему белого цвета на розовом фоне. Поэтому дотсом я белым лаком поставила маленькие точечки по периметру каждой половинки розового сердечка. Ну и теперь у меня вышел красивый маникюр, который при желании могут повторить многие девушки. И не только на день святого Валентина, но и, например, на свидание или даже просто так. А все потому, что у вас сегодня соответствующее романтическое настроение. И вы несете в мир любовь и счастье. И не забудьте в конце нанести еще один слой топового лака, чтобы данный рисунок закрепился хорошо и вы могли бы им наслаждаться чуть ли не целую неделю им, как и я. Для меня этот маникюр кажется довольно легким, но мне интересно будет узнать ваше мнение, поэтому прошу участвовать в моем опросе. Для этого в правом верхнем углу нужно нажать значок подсказки, и там вы увидите мой опрос. И выберите, пожалуйста, свой вариант ответа, насколько вам показался данный маникюр легким, средним или сложным. Я буду очень рада видеть результаты вашего голосования. Надеюсь, данное видео вам понравилось, и вы мне поставите пальчики вверх за него. Также поделитесь им со своими друзьями в различных соцсетях. Подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить мои очередные видеоролики. А на этом я буду с вами прощаться. Всем удачи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok